ну чё братва всем здоров с вами как всегда орел поздравляю всех во первых с началом празднования дня хэллоуина опять же повторюсь официально он празднуется 31 числа но у нас в танк онлайн он начал праздноваться еще два дня назад еще будет шесть дней праздноваться включая конечно вот этот вот я сегодня в связи с этим решил записать какой-то к л.п. погоняем конечно в краски праздник и кстати у нас сегодня скидки на краски в размере также 30 31 процента и вот эта краска праздник сейчас давайте установлю эта краска праздник также будет доступна для покупки и сейчас я прям найду и и и стоит она восемьдесят две тысячи восемьсот кристаллов то есть по сути если вы ее купите за вот эту сумму кристаллов она у вас останется в гараже навсегда и вы можете на и гонять и после этого праздника опять же что касается самой краски не сказал бы что она какая-то такая приметная неплохая конечно ну и какой такой изюминки какого-то такого фарта ажиотажа я в ней не наблюдаю поэтому я бы покупать и конечно не стал и вот эту недельку я просто покатаюсь конечно на ней базара нет но за такие бабки за такую за такую сумму кристаллов покупать ее к себе на совсем я бы не стал может конечно кто-то считает иначе на вкус свет как говорится товарищи нет поэтому если я вдруг не прав по вашему мнению то напишите в комментариях и если вы считаете что эта краска приемлема за такую сумму а то ради бога дело ваши можете покупать в не гонять я как грис ничего против не умею мне кстати это так вот на диктатор еще скидка выпала и если бы были на завтра так с этим не осталось 8 часов еще эта скидка будет мне предоставляться если вот до завтра она бы дожила завтра будет 31 процент скидок на пушки то у меня вот эти вот скидки 25 и 31 процент они бы ну не суммировать они как там складывать по-хитрому у меня бы скидка была больше но опять же я диктатор то не больно хочу покупать я наверное какую-нибудь пушку хотел бы купить и ну не знаю хочу конечно рикошет но блин у меня кристаллов что только 73 тысячи может там чуть больше и даже если скидка будет в 50 процентов я наверное думаю мне не хватит потому что рикошет м3 стоит 238 тысяч а поэтому скорее всего покупать его если только на новый год это опять же может там и не будут скидки такие 50 процентные короче пока я остаюсь в том в чем есть вот у меня есть несколько пушкой м4 ой господи м4 м3 ези до молот гром рельса но об остальных наверное пока остается только мечтать короче под накоплю наверно к новому году в этот раз туши я полюбом наверно ничего покупать не буду я донатить полюбасу не собираюсь потому что не доначу в танки онлайн вообще ну а той суммы который сейчас у меня есть наверное не хватит короче ладно братва сейчас какую-нибудь найду битву и погоняем понагибаем по крайней мере постараемся прямо вернусь через секунду ну чё братва решил я короче записать на карте монте-карло сейчас в принципе объясню почему связано это немного с балансом так он чё будет прыгать или чё во вот это четко и так ребята вы только что посмотрели так 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 гасим шафта не попала а короче чё вообще зашел на как на карту монте-карло вы наверное знаете может быть не знаете карта монте-карло одна из моих ну не то чтобы любимых но из тех как на которых мне короче играть по кайфу бля их чумал что ли да нет все так же акухер они не спротивляются а и короче суть то в чем я теперь так 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 главный упасть так еще раз снова на рим а я короче теперь могу вот этот так сказать ну не барьера трамплин перепрыгать на своем викинги бля чух это я не пойму так тихо 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 там смотрю какой-то этот шакалят как его шафт а так что мне еще может вынести прямо на 1 2 а в общем раньше да вот этого до баланс или я даже прямо сказал был от этого ре баланса я на викинги вот тут перепрыгивать не мог а я просто даже не долетал и мне там один чувак говорил что викинг перелетает но только в случае того что он качан до m4 модификация то есть прям на все шаги на 50 шагов так опа вот это четко сбил бля нихера все попал все равно по мне а тогда по башке ему сейчас еще раз опа бляда чё за лаги вообще то ли лаги а то ли то ли видение вообще на к двоим дал сплэшком на сплэш это вообще четкая штука опа на ка все готов один готов так он того бы еще добить нам опа а его сплэш наверно хер добьешь да у меня что-то немного танки под лагер не знаю почему но мне это не особо нравится а так вот суть то в чем так попробую конечно вычете оттуда не 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 чувак это были елки-палки ну короче ладно упал я а я раньше на у меня этот викинг уже прокачал шагов на 25 я раньше даже под нары вот этот вот так сказать бля ну как правильный у нас давайте я просто буду называть его тип как этот ово я еще буду смотреть фуловый буду называть его короче трамплин так вот я раньше даже под не трой не мог перепрыгнуть вот этот трамплин на своем викинге и соответственно после до баланса уменьшили же это как его звать-то так давай респаси респаси опа а уменьшили же массу мощность у этого у викинга и соответственно теперь я могу так вообще меньше мне никто не перевернул а и теперь я могу на своем викинге вот этот вот трамплин перелетать это мне очень безумно просто нравится а я как раз можно сказать эту карту люблю именно из-за этого трамплина но я не то что люблю через него прыгать я люблю вот тут где-нибудь тарится на какой интересе а и их так сказать а у меня еще сядет да а я сейчас свою занарю опа а вот где-то так спрятаться и когда тут кончу вак флаг допустим с нашей базы берет и через этот рамплин уходит можем прямо ему так рельсу все чем переворачивается и падает короче в минус ну не в минус а туда в пропасть ультает и флаг возвращается и мне это вообще очень нравилось да и сам я в принципе люблю через этот рамплин прыгать опять же даже на мультах когда я играю я всегда флажки от именно отсюда тырю о нихрена себе какой-то дерзкий вообще ты куда-то куда опа однако все готов а что-то сопротивление у нас вообще ни о чем вот этот какая-то мези 333 он вроде маршал тем не менее у него рельса там вообще им первое что ли а я так и вот еще одна рельса им первое они дают им первую ну смотрите на генерале рельса m1 как вообще так то я вон смотрите тоже маршал ну-ка заряди к свою рельсу давай 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 заряжают ведь у него какой цвет цвет белый цвет м1 это чё мульт или кто я еще не пойму а наверное сейчас нет смысла таскать эти грёбаные флажки потому что их вообще два человека а может быть даже сейчас я перезайду ну так вот суть то в том что я как раз и сам люблю через этот трамплин перепрыгивать и теперь вот после до баланса викингу скорость повысили уменьшили мощность уменьшили массу и он просто на изи перелетает этот хренов трамплин и наверное я теперь ой гром нару включил педик это он мне что ли или тому грому там просто был еще один гром и он как раз на наре херачил вон он видите едет и ездит как раз на наре ой так ну я думаю да смысл не сейчас нарить или таскать вот он видим про этого говорил а смысл нарить сейчас особо нет и соответственно таскать флаги тоже смысл нет и все кстати смотрите в краске праздник так как противников то не осталось там только один человек вот этот на рельсе на им 1 и соответственно теперь я могу беспрепятственно тут вот раз просто на вражескую базу заезжаешь ну конечно под не трое только без нетры пока не могу о елки-палки надо было разгон побольше взять и сейчас кстати попробую я без нетры перелететь вот этот трамплин на посмотрим кстати удастся нет респа ну у меня вроде там где надо так 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 поехали а потому что раньше я вроде катался только на харьке это на харьке вот перепрыгнуть не мог и по сути только на мультах я не не скорее всего не перепрыгнул так а папа папа не нифига блин елки-палки ну короче только под не трой ну да ладно даже под не трой хотя бы так мне все равно это безумно нравится я теперь буду почаще на карте монте-карло записывать потому что у меня ну по факту не было возможности как-то перелетать потому что надо было по-любому качать викинга до м4 это херово тучи просто кристаллов не знаю чё сейчас на какую-нибудь другую битву найду потому что тут чё-то все как-то это быстро рассосались я вроде думал что-нибудь интересное получится по факту получил сказать фигня он нифига себе пацан даже прописал своим первой м первой позорной своей рельсой на маршале как можно вообще на маршале иметь такую модификацию просто сейчас меня перекинь смотрите опа но пытался конечно ну чувак ты наверно прилип давай давай опа вот так вот мы тебя собьем а башни то кстати он вращает а на минке подорвешься нет не хочет а в общем ладно ребята смысла тут наверное оставаться нечего пойду очень другое и наверное продолжим а сейчас давайте маленчика маленчика прям его потроллим опа они он попал по мне смотри какой скот так 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 аптеку аптеку еще возьмет не дадим мы ему взять аптеку ладно короче братва иду искать новую битву и увидимся через секунду значит так братва решил я продолжить катку на карте плата сочетание кстати оставил тот же пускай это будет века гром кстати поговорим вообще как он изменился после до баланса и вообще существенные лет изменения либо нет и по-моему о нихрена себе прям там чувак на редко питались и просто опа кого-то вынес блин то бы аптеку мне взять было бы очень круто так и шафт я вынес вообще четко бляща бы еще аптеку а ну просто два килоги они и это я сам уничтожился что касается грома ему вроде увеличили насколько я понимаю скорострельность так пойду я наказывать вот того шакала который там крысят так 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 ты куда василий ты куда ты куда ты куда так на все готов бляща вынесет меня этот мистер гром надо гасить изи дублящах она мне иначе будет атака виду вроде я вытащил так еще шафта шафта привет шафт шафтец шафта я тоже короче вынес не люблю таких оленей а нас кстати что-то меньше меньше там на три на четыре или на два человека так уже на одного и так по высели скорострельность грому а но однако же это сказалось так тихо были еще вынесет меня это мы елки-палки вот сука говно шафт как же я их не люблю ребят вот не хотел материться но они меня просто провоцируют на маты и ничего подел собой не могу просто эмоции как говорится так этого мы сейчас просто на 1 2 вынесем так где-то там еще был этот вон там у них еще один шафт елки-палки как же с таким играть и кстати у нас что-то звонки тут три каких-то капитана вообще как они сюда попали на видимо это как раз так 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 бля чё никак не могу испануться то видимо это как раз битва от капитана с плашками его убью отлично так сейчас еще изю надо будет вытащить изи вообще ваншотная получается так кто меня гасит вообще откуда я нихера не понимаю бля вот честное слово бля какой-то гром херачит по мне а чё откуда херачит не понимаю нифига так отлично вынесли этого шакала иди-ка теперь ты сюда там был еще один чувачок папа так отлично давай 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 были не успел ну да ладно бог с ним но вместе с тем же вот у грома вроде бы повысился как он правильно называется разброс по моему и я бы не сказал что допустим прям так очень сильно влияет но не нас тут просто вообще в хлам раздирает это наверно связано все с тем что за нас играет вот эти три каких-то капитана плюс еще майор то в тот момент когда допустим у команды противника там только вот эти вот как их звать там только генералы короче у них по моему капитан вообще там только один а ну да ладно будем что-нибудь стараться делать но мне тут вообще ничего не дают у нас то ли мульты вот эти два последние то ли кто попробуем короче с ними как-нибудь затащить хотя вряд ли на разотачим тут еще прям немножко я смотрю осталось а будем тогда вот тут стоять и нагибать стараться здесь так еще одну ему плюху я прямо знаю так ну значит еще одну так получи все свалил отсюда так этот ваншотный все до свидания будем тогда вот отсюда стараться как-то гасить блин вот этот куры сейчас на к тебе получи не понял я сейчас если честно откуда мне прилетела так кому-то я вам тоже там дал еще кому-то дал даже дабл дал но не дабл этот как его двойной двойной а опа это ваншот идиотюду ваншот у анкил ваншот ваншот ванкил как говорится у нас вообще пятеро осталось я не понимаю как они еще нарят в такой ситуации тут можно просто вообще ничего не делал вот этот гром ну просто просто днищинский какой-то я считаю а так нарить прям как собака вообще против капитана в большинстве это вообще я считаю ну просто неприемлем для такого звания и ну стыдиться наверное просто должны такие игроки а ну да ладно в принципе бог с ним не мне судить как говорится так 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 чувак опа ты ваншотный должен быть сейчас да опа все до свидания так тут я видел одну такую штуку если не дадут будь четко так опа кого-то вынес ищи ищи давай-ка 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 ну-ка подъедь давай прям еще маленечко сейчас я сам подъедет будет четко так один бля откуда он фигачит я не пойму так он еще едет халявный килл так это ваншот бля хотел вынести виду нифига не получилось так давай куда-то уехал то там вон и зитка еще получит бляда чё залаги у меня такие елки-палки не могу вынести короче зиду блин она там затарилась и лекает того грома который нарит вон к нам вообще зашел старлей а ну правильно давайте к нам все сюда мы и так тут сажен как говорится так ладно ладно бог с ним так вот этого надо выносить а то у меня тоже задолбал уже накатя получи по своей роже огромный так на к тебе жара мамонт вот мы куда-то нарежь на хера ты нарежь ты чё дальше бы я не пойму вообще ну куда ты бля против там капитан старлей а у них все генералы и маршалов елки-палки один он у них есть капитан это он вроде там на каком-то говношафте где-то спрятался она против таких только нара и ничего кроме нара потому что они по другому-то не понимают и все равно 100 киллов мы сделали я из них сделал только 15 опять же я примут буквально несколько минут назад начал играть но все равно ребят такой бой считаю не совсем честный а в общем ладно ребята что касается остальных характеристик того же допустим грома то вроде бы ничего не изменилось опять же еще раз говорю повысили ему скорострельность что на мой взгляд только в плюс а ну повысили короче ему этот разброс но опять же я считаю что это не критично и даже с этим с повышенным разбросом я келы если честно делаю прям на огроме на 1 2 опять с учетом того что он у меня качанный так на кого он тому надо по рожу прописать ну а что касается так это моя штучка так вот еще один шафт вот у меня как раз убивал собак ты такая так аптеку срочно аптеку 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 так давай-ка иди иди сюда чё там спрятался то спрятался он спрятался боится на потому что ты спрятался а где у них второй то там был этот так 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 то он смотри как он нарит вообще просто как собак нарит так он там респанулся еще один этот шафт а ну а что касается викинга то я вроде про него все сказал в принципе повысили ему скорость это большой плюс так кетер на монте-карло могу на трампли не прыгать ну подумаешь массу ему хп маленькая так понял убрали это ничего страшного можно в принципе нарить ту же броньку и вполне себе нагибать короче ребята вот такие вот изменения коснулись после баланса викинга и грома если вам это сочетание нравится то в принципе для вас это каким-то допустим огорчением не станет ну по крайней мере я часто на нем играю с моей точки зрения все нормально мне короче все очень нравится наверное на этом стоит вас плейсусь завершать если вам битва понравился точнее даже было две ставьте лайк если не понравилось то дизлайк как говорится решает тут только вам ну и соответственно вам как обычно я желаю крепкого богатырского здоровья хорошего настроения ну и как всегда удача как в танках так и по жизни удачно отправиться там праздновать вам хэллоуин как говорится короче побольше голдов а в общем еще раз всем спасибо за просмотр пока братва спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»